Здравствуйте, приветствую всех, кто присоединился. Сегодня у нас новая лекция из серии публичных лекций в рамках набора Московской школы новой литературы. Этот второй цикл публичных мероприятий Павел Арсеньев, один из кураторов лабораторий, поэт, художник и редактор журнала «Транслит», назвал со своей лёгкой руки второй волной. И вот сейчас я, наверное, передам слово Павлу Арсеньеву, Паше, который, собственно, расскажет о лаборатории поэзии и критики «Транслит», который открывается в рамках школы и куда можно сейчас поступить, и представит нашего сегодняшнего лектора Евгению Суслову, медиохудожницу и поэта, и передаст ей слово. Спасибо, и всех очень рада видеть, ребята. Спасибо, Катя. Спасибо всем, кто с нами. Приветствую тебя, Женя. Вот, я совершенно нечаянным образом оказался у дома Хармса, рядом с домом Хармса. Это хорошее, мне кажется, предуведомление к твоей сегодняшней лекции, поскольку сначала я скажу несколько слов про саму лабораторию. Наша лаборатория поэзии и теории «Транслит» открывается 26 октября, целой серией инауральных лекций, где будут представлены как общие курсы руководителями мастерских, так и практикумы. И сейчас идет вторая волна, как вы знаете, но не только та вторая волна, о которой вы подумали, но еще вторая волна тизер-лекций, в ходе которых мы представляем те уже конкретные курсы, практикумы, которые будут внутри лаборатории. И вот если в первую волну Борис Клюшников представлял свой курс ненаучной фантастики, то сейчас Евгения Суслова представит практикум, который будет работать в рамках той же мастерской и будет называться письмо как «Когнитивная технология». Так какое же отношение все-таки к этому имеет дом Хармса? Вот видите, там фрез. И читали какие-то лекции. Я часто об этом напоминаю, уже, наверное, даже надоел этим. Говорил о том, что… Паш, периодически пропадает у тебя связь. Что если… Брось, да, да, ну сейчас. Ну так вот, и это, я бы так сказал, использование письма как скорее милитантной технологии. Но милитантная технология всегда же носит и когнитивный характер, и наоборот. Никто иной, как Фридрих Китлер, говорил, что информации были изобретены на НИВе, так сказать, военной. Однако… Вот, однако Хармса был не единственным, кто связывал милитантные технологии письма с когнитивными. Вот, проехав на велосипеде чуть дальше, я оказываюсь у памятника Маяковского. Сейчас покажу. Вот, памятник Маяковскому. Здесь тоже, как бы, удачный атрибут, поскольку Маяковский, в свою очередь, связывал письмо с некой абстрактной процедурой письма войной. Тоже своего рода технология, да, творительный падеж, всегда указывающий на способ делания или даже, может быть, на конкретную технику. Вот, здесь тоже закодирован, и это снова военная технология. Я полагаю, что Женя будет говорить о более гуманитарных, гуманно понятых технологиях, когнитивных, более тонко настроенных. Однако, вот эта связь с авангардом, который сам по себе назывался в честь некоторой военной, такой, военного формирования, да, способа поведения на переднем краю, боевых действий, мне кажется, здесь может служить хорошей кодой для тех уже более мирных гуманитарных технологий, о которых пойдет речь. В любом случае, мне кажется, что письмо стоит всегда понимать не только как когнитивную, но и как моторную технологию, не только как способ делания чего-то при помощи слов, но и как способа движения рук, способа вообще телесного поведения, телесного присутствия и, возможно, вполне, вот как я уже сказал, милитан. На этом спасибо огромное, Женя. Я очень рад, что ты сегодня представляешь свой практикум и после этого импровизированного, подвижного вступления передаю тебе слово. Спасибо, Паша. Меня хорошо слышно, да, Катя? Меня хорошо слышно? Слышно, хорошо. Ага, хорошо. Я в двух словах расскажу сначала о практикуме, потому что то, что я планирую говорить, будет непосредственно с ним связано. Практикум пока имеет название «Интрофейсы языка». Я взяла это слово у Александра Гэллоуэя из его книги «Эффект интерфейса», над переводом которой я сейчас работаю. И интерфейсы, то есть это такие прослойки, такие промежуточные зоны, которые находятся в интерфейсах. И мне кажется, что это достаточно точно описывает то, что происходит с языком, с языком поэзии сегодня. Я внимательно слежу, и в частности вот позавчера были мероприятия, связанные с премией Драгомощенко. Отмечаю некоторые тенденции и одновременно пытаюсь анализировать и сфокусироваться на тех моментах, которые, как мне кажется, важны сегодня для пишущих. А как будет устроен этот практикум? Я буду сосредоточена на, скажем так, психотехнической стороне дела и на анализе социального через какие-то структуры чисто текстуальной. И параллельно со мной в каждом семестре будет работать технический специалист, который будет предлагать основы той или иной технологии. Пускай это будут нейроинтерфейсы, трекер или, может быть, какие-то технологии, веб-технологии непосредственно. И мы будем пытаться на выходе сделать какое-то небольшое целое, где в отношении этой технологии будет брошен вызов языку и будет возможность помыслить эту технологию нетехнологически, я говорю, перверсивно помыслить технологию, как-то на выборах. В правильном использовании она не проявляется. И попробую сформулировать задание в соответствии со спецификой этой технологии. Поэтому, что здесь объединяет само включение технологии и работа? Для меня это феноменологическое измерение. То есть я буду говорить с феноменологических позиций. И дальше будет понятно, почему. Мне кажется, что наблюдение за тем, как разворачивается язык, очень важно. И без этого очень сложно что-либо сделать. Вот, например, вообще откуда вопрос? Во-первых, странно, почему люди пытаются все еще писать. Есть много новых медиумов. Зачем нужно писать? Это медленный, неповоротливый инструмент. Это один вопрос. Обычно пишущий не отвечает себе на этот вопрос. Он просто почему-то начинает писать преисполненный ожиданий, надежд каких-то смутных оправданий самого себя за то, что он пишет. И мы часто видим, что в литературных мастерских пишут очень похоже. Похоже, как, допустим, тот, кто преподает или какие-то образцы прецедентные есть. И здесь очень важный момент, что вот эта превходящая культура, которая интериализируется, она рассматривается рефлекторно. То есть как то, что приходит извне или скорее даже как то, что непонятно, откуда взялось. То ли это было произведено мной, как некоторый импульс, то ли я просто считываю, стилизую, повторяю. То есть это означает, что для того, чтобы начать писать, необходимо в первую очередь отстроить субъектную позицию. И вот эта субъектная позиция, это не такая очевидная вещь. Ее нельзя пощупать, она не имеет предметного характера. И первые развлечения, которые я бы ввела вообще в самом начале, это первое, что нужно осознать, это некоторый слой информации. То есть то, что мы считываем на уровне содержания, то, что является содержанием сознания, то, что его наполняет. Сознание заполняется технически. То есть мы посмотрели на что-то, и оно к нам прилипло. Мы там произвели какой-то опыт, и оно прилипло. Оно обладает стопроцентной прилипательностью. К нему прилипает все, что мы можем или не можем потом из него извлечь. И вторая вещь, перпендикулярная содержанием сознания, это когнитивные инструменты, с помощью которых мы можем что-то делать. Это набор, даже не просто набор, это некоторая динамическая система, которая на каждом культурном этапе задает развертывание культурных форм. И их констилляции, их комбинации задают те или иные социальные практики, те или иные дискурсивные практики. Это очень важный момент, потому что оказывается, что наши способности, которые находятся в специфическом отношении к языку, на разном культурном этапе, разные, так как в аграрную эпоху, не совсем нужны именно те инструменты, которые нужны в эпоху, допустим, пострыночного капитализма, там, где аналитические, инженерные вещи вступают, на первый план выступают. То есть этот конгломерат подвижен. Я не знаю, можно ли его описать целиком, но тем не менее он находится в очень важном отношении к языку. И вот эти когнитивные функции или когнитивные процедуры, когнитивные инструменты, они бывают очень разными. Они помогают с содержаниями что-то делать. То есть без них сами содержания, непонятно, что это, то есть это некоторый набор. И поэтому важно их соотношение, а не рассмотрение по отдельности. Вот когда мы видим примеры начинающего стихийного письма, то мы видим, что культура воспринимается как содержание сознания. То есть это такой вот набор чего-то, что мы хаотично выдаем, и мы не очень контролируем этот момент. Что-то из нас само лезет, а что-то там, не знаю. То есть это немножечко вот эти вот вещи, субъектно-объектные нарушены. То есть они нарушены не специально, не в духе там модернистской традиции разрешения субъекта-объекта, иммунной границы тела и среды и так далее. А они вот так спонтанно, просто вот как сложилось. Они не являются в данном случае культурными, потому что они не являются возделанными, они стихиями. И культуру мы можем рассмотреть как то, что такие когнитивные процедуры накапливают. И здесь очень важное место занимает как раз литература, именно поэзия, письмо шире, как культурная практика. Это фундаментальные культурные практики, потому что в свернутой, сжатой компактной форме, они позволяют максимально прозрачно увидеть это соотношение. Соотношение того, как мы работаем с содержаниями сознания и того, как мы работаем с этими когнитивными процедурами. То есть назовем это так. То есть вот именно, когда мы научаемся видеть это соотношение, мы приближаемся к тому, что мы сами можем что-то создать. Я ни в коем случае не имею в виду, что когда мы пишем, мы работаем только с отрефлексированным пластом. Конечно же, это не так. Но я говорю о некотором системном взгляде, который, мне кажется, важен, потому что он позволяет проявиться некоторой отчетливости, взгляда, который все не исчерпывается, безусловно. И это соотношение, как раз о котором я сказала, оно позволяет увидеть специфику того или иного этапа культурного. И мы знаем, что на каждом эпистемологическом срезе, на каждом этапе дискурсивные модели разные. И если мы посмотрим на разные виды текстуальности, допустим, параллельно на литературу, на философию, я допускаю, что даже на бюрократические элементы. Меня вообще история бюрократия отдельно интересует, потому что мне кажется, что бюрократия – это оборотная сторона поэзии. И каждый раз сталкиваясь с этим, я думаю об этом. Это единственное, что меня спасает в этом столкновении. Так или иначе, мы увидим, что на каждом срезе одни и те же силовые линии направляют текстуальность. И желательно научиться выстраивать свою личную индивидуальную историю, с опорой на вот такую интуицию движения этих средств. Я обычно привожу пример из философии, мне кажется, это очень важно, потому что если мы посмотрим на то, как в тексте Канта распределяется смысл, мы увидим, что он распределяется гомогенно и равномерно. Для того, чтобы понять мысль Канта, нам желательно прочитать абзац или два, эти абзацы обширны. И нам будет, чтобы пересказать это, нам нужно будет пересказать причин следственной связи. Но если мы посмотрим на текст, философский текст модернистской эпохи, допустим, на текст Хайтгера, то мы увидим другую картину. Мы увидим, что там есть такие смысловые вихри, которые закручиваются вокруг определенных понятий, например, понятия Денген, понятия Гедехнис, Дозайн, несокрытое, что угодно. И мы увидим, как они вступают в связь, то есть текст перестает быть гомогенным с точки зрения распределения смысла. Это означает, что вот эти линии направляющие, они определяются тем, как распределяется смысл. А смысл распределяется всегда на глубине и мы всегда двигаемся от более глубинных структур к более поверхностным структурам. Более глубинные структуры нелинейны, от намерения к протоконцептам, концептам, там сложно отловить, никто это, то есть есть разные классификации у нейролингвистов, психолингвистов, но сложно это отловить точно, но западные концепции и отечественные концепции. Вот Выгодского, Лурия и далее Брековой и другим выдающимся лингвистам, они более-менее совпадают, там чуть-чуть разнятся эти этапы, но тем не менее общая логика понятна, да, и мы переходим к более развернутым структурам. Вот момент, где распределяется смысл и как он задает общую динамику текстуальности, это вещь чрезвычайно важная, и этим можно научиться управлять, и как мне кажется, тот, кто собирается заниматься сверхинтенсивным письмом именно поэзии, может этому научиться. Это отчасти связано с динамикой внимания, но распределение смысла и распределение внимания – это две разные задачи, и желательно ими обладать параллельно. Итак, если мы говорим о том, что мы хотим писать, да, то обычно, что мы видим, да, часто в школах, что начинают со стилистических, риторических приемов, есть очень много разных книжек о том, как писать. Совершенно непонятно, почему они решили, что именно так нужно, часто там не приводятся примеры из литературы даже, а приводятся примеры из такого очень функционального письма, но тем не менее. В итоге мы получаем, во-первых, какие-то вторичные источники, да, то есть тексты все время на что-то похожи, а во-вторых, мы ничего не узнаем ни о мире, ни о том субъекте, который его написал. То есть каким-то образом, когда мы пишем, мы не открываем нечто о субъекте, а прикрываем. Почему это происходит? Это происходит именно потому, что работа воспринимается как работа с содержаниями и формами как с содержаниями, и они даны по дефолту, как-то по умолчанию стоят эти процедуры, с помощью которых мы эти содержания выхватываем. И этот процесс абсолютно не отрефлексирован. Помимо этого, не отрефлексирован и сам момент, откуда я говорю, вот эта субъектная перспектива, да, и очень часто эта точка бывает сбитой, то есть она не отстроена, ее нету. И если она сбит, то нам кажется, что мы только рефлекторно отвечаем, то есть мы не являемся субъектом активного действия, речевого действия, да, то есть говорить – это развертывать мир. Говорить – развертывать некоторые континуумы. Никто не говорит, что этот континуум должен быть традиционно нарративным, но тем не менее, это некоторые континуумы. За счет чего возникает континуум? За счет того, что есть распределение смысла, это распределение смысла задает некоторую внутреннюю топологию, и уже потом это пространство заполняется отдельными фигурами, я так сказала. И так силовое символическое пространство развертывается, независимо от того, насколько текст конкретистский или метафорический, тем не менее. И в зависимости от того, насколько этот текст работает, насколько это действительно развернутый континуум символический, он будет или не будет трансформировать культурный ландшафт. То есть это очень важный момент, то есть имеет ли он какое-то социальное действие. Например, текст может быть совершенно, не знаю, декларативным по интенции, политическим по содержанию, но он может не оказывать никакого воздействия. Потому что именно континуум не развертывается, а есть только содержание. И иногда наоборот, мы видим тексты, которые как бы напрямую не связаны с какими-то, может быть, актуальными повестками, но тем не менее они каким-то образом этот культурный, социополитический ландшафт трансформируют. И если мы посмотрим на крупных поэтов, то мы увидим, что тематизация там занимает вторичное место. Вот, кстати, интересно, немножечко в сторону о доме Хармса. Паша был около дома Хармса, а я когда думала о том, о чем именно я сегодня буду говорить, на чем я сфокусируюсь, я размышляла о Веденском и о том, что поэзия 20 века преимущественно ставит вопрос об отношении мира и мышления, языка и мышления. Там вся семиотическая проблематика у того же Хармса, есть ее у того же Маяковского. А вот Александр Веденский ставит немного другую проблематику, которая, как мне кажется, больше связана с проблемами 21 века, потому что в 21 веке поэзия осмысляет себя не только в контексте медиа исследований, и, конечно же, мы тут затрагиваем язык, лингвистический момент, без этого наше усмотрение будет поверхностным, но и проблемы нейрофилософии, проблемы того, как нам доступно через язык отношения брейн и майнд. И это очень существенно, и если бы я говорила о Веденском сегодня, я бы говорила именно о грамматике сознания, то есть не о грамматике мышления, не о логических структурах, хотя сам он говорил именно о логических парадоксах, о логической критике, который же являлся эстетической критикой, но тем не менее я бы говорила о грамматике сознания. И если мы посмотрим, как сополагаются его образы, ну, к примеру, один из примеров этой грамматики сознания, эти образы возникают и гаснут, возникают и гаснут, как некоторая бесконечная последовательность. И то же самое мы пронаблюдаем поверхностно, если будем наблюдать за собственными мыслями, то есть каждый образ имеет структуру отдельно взятой мысли, некоторые предметности в сознании. И таких примеров мы у него увидим очень много. Я думаю, что дальше можно было бы этот момент развивать. Мне кажется, это как раз очень важно. И так или иначе, многие интересные проекты авторов 20-летних сейчас продолжают, как мне кажется, этот проект. И возвращаемся, так, вот как раз к этим процедурам. То есть вот он использовал некоторые специфические процедуры, специфические феноменологические процедуры. Если мы вспомним, то увидим, что феноменология разворачивается именно в это время в разных изводах. Ушпета, уусорли, уусорли, прежде всего, конечно, и все, что касается проблем восприятия. И когда мы пишем, мы развертываем, используем определенные процедуры. Констелляция этих процедур в их отношении к языку задает тот или иной культурный этап, его дискурсивную специфику. Эти процедуры не даются нам по умолчанию. Они находятся в зависимости от тех культурных задач, которые мы можем осознавать. Поэтому, когда мы пишем, когда мы занимаемся отстройкой субъектной позиции, я вижу здесь две задачи. Первая задача, я бы назвала ее создание онтологической карты, то есть некоторые карты, в которой я могу сориентироваться, я могу сориентироваться, что-то осмыслить, назвать какими-то словами. Конечно же, там есть эти когнитивные процедуры. И начиная от самых фундаментальных, понимания мышления, воображения, рефлексии, до, может быть, каких-то менее очевидных. Мне кажется, кстати, это интересный гуманитарный вопрос по вычленению этих процедур. И здесь поэзия имеет просто колоссальное значение, потому что те процедуры, которые в прагматически ориентированных процессах отведены на второй план, в поэзии выступают на первый план. Например, то, что касается развертывания разных типов внимания, там не лучевого интенционального внимания, а, допустим, фонового внимания, о котором все чаще говорят, часто говорят с проблематикой аутизманиума, что это некоторое расщепленное, распределенное внимание, внимание по принципу поля. Мы это видим в поэзии, мы это видим, в общем, поэтов разных эпох, мы видим это у Парщикова, отчасти видим это у Драгомощенко, мы видим это отчасти у Айгии, отчасти у Аранзона чуть меньше, может быть, хотя у Леонида Аранзона. Но вот у Парщикова мы видим это в полной мере. И получается, что вот эти формально прагматически-периферийные когнитивные процедуры, они в поэзии выходят на первый план. И когда мы на одном из этапов, я дальше скажу, после постановки субъектной позиции, переходим к анализу культуры, то мы на культуру тоже можем так посмотреть. То есть есть несколько взглядов, которые кажутся мне именно сегодня продуктивными, продуктивными с учетом современной теории, но при этом являющиеся достаточно фундаментальными для того, чтобы проходить через разные эпохи, варьируясь. Да, первое – это создание онтологической карты. И второе – это определение места, где я нахожусь, кто я, что я, откуда я развертываю этот континуум. И здесь простое психотехническое упражнение позволяет обнаружить интересную вещь. Вот, например, я сажусь и беру листок бумаги и пытаюсь записать то, что приходит мне в голову. И я записываю. Я записываю. Если вы посмотрите, это будут парадоктические структуры, да, обычные какие-то ошметки того, что болтается в голове и того, что вы услышали. Параллельно у вас идут другие входящие данные. Но вот этот вот субъект, конструирующий, который как раз отрождествляется с разными содержаниями, он порождает этот текст. И очень часто я вижу, что тексты написаны поэтически, они пишут из этой позиции. Это может быть забавным, как некоторый симптом, но тем не менее у нас еще есть другая позиция, а именно позиция наблюдателя, которая бессодержательна, то есть она не является содержанием сознания, она является некоторой функцией, она имеет процедурный характер. И развернуть нечто активное мы можем, только осознав отношения между вот этим конструирующим субъектом, первым субъектом, который прилипает к содержаниям, и вот той позиции наблюдающего. Это очень важно, потому что когда идет анализ, интерспективный анализ, да, это лишь одна из тенденций в поэзии, но, извините, без нее тоже очень сложно обойтись, потому что, например, там берут начало аналитические механизмы, и если вы пытаетесь работать с анализом социальных и политических инструментов, то, безусловно, без этого тоже не обойтись. Вот, например, для меня тот, кто обладал невероятной социально-политической проницательностью именно аналитической, да, в классической литературе, это именно Пушкин. То есть, да, мы увидим у него такие интроспективные вещи, но еще мы увидим огромный невероятный глубинный именно социальный анализ, который связан как раз вот с этой внутренней дисциплиной, пониманием того, как этот внутренний мир структурируется. И нам очень важно, да, увидеть это отношение и попробовать начать разворачивать, скажем так, выработать интуицию, понимание, что идет изнутри, что идет снаружи, почему мы пытаемся что-то сказать, поэтический текст – это все равно некоторое говорение, некоторое производство смысла, да, или выражение смысла. И вот здесь важно научиться различать импульс и стараться отслеживать то, что по дефолту сконструировано, отбрасывать его и, ну, например, какие-то схемы, которые мы используем при письме, потому что мы чего-то в 14 лет начитались, да, и попробовать посмотреть более широко через вот субъектную перспективу, через онтологическую карту свою и попробовать развернуть целенаправленно некоторое содержание. Это содержание может быть состоянием отдельно взятым, это содержание, может быть, чем-то еще, некоторым сообщением. Вот если здесь поговорить немножко о технологиях, мне кажется, здесь они очень важны, и я тоже считаю, что анализ технологий важен, потому что без этого сложно уловить какие-то тенденции в изменении языка. Но мы пишем, не вылезая из пещеры, мы, естественно, находимся внутри культурной ситуации, да, сейчас говорю о субъектной перспективе, о том, что как бы исходит изнутри, но тем не менее мы себя вынуть из культуры не можем, да, поэтому все равно этот анализ должны осуществлять. Другой вопрос, какие у нас есть инструменты к осуществлению этого анализа. И с одной стороны мы видим, как развиваются технологии, что они все больше захватывают феноменологическую реальность, я об этом постоянно говорю, да, у нас есть глубинная нейросеть, у нас есть функциональная МРТ, у нас есть электрокортикография, у нас есть внешние органы говорения, искусственные органы говорения, то есть когда мы можем на внешней интерфейсе выводить смутные внутренние образы, пускай криво, пускай искаженно, тем не менее, и внутреннюю речь, и то, что раньше было возможно только в свидетельстве через язык, через визуальный язык, допустим, тоже, да, становится доступно в формах отчерденных от субъекта. Это, мне кажется, важный момент, потому что как живопись должна была переизобретать свои основания, когда появилась фотография, так же мне кажется, что изменение вот этой феноменологической границы, здесь тоже очень важно, что мы можем о себе отследить. И второй момент здесь, это то, что есть вещи, которые нам недоступны, но доступны через технологии, и получается, что антология естественного языка и антропологически ориентированный опыт, опыт тела, естественного языка, очень часто ему какие-то вещи недоступны, да, но они доступны технологиям, через технологии, через новые программные технологии, через брейн-технологии. Это тоже интересно, потому что мне кажется, что как раз изменение коммуникации может быть ответом на вот такое погружение, да, в то, что раньше было неведомо, недоступны технологиям. Норберт Виннер в своей классической работе «Кибернетика общества» пишет о том, что раньше технологии строились по принципу часового механизма, они были такими замкнутыми ящиками, да, чем дальше мы видим, да, тем больше мы видим, что эти технологии все более разомкнуты в пространстве, во времени, в производстве эффекта, и, безусловно, язык должен на это реагировать, да, вот здесь важно. И когда мы занимаемся отстройкой субъектной позиции, мы трансформируем силовое поле вокруг себя, социальное поле вокруг себя. Мне вспоминается, как Александр Пятигорский говорил о том, что то, что мы имеем в социально-политической ситуации, средний показатель состояния всех умов, и то, в каком состоянии сознания все находятся, да, это важно, потому что письмо будет здесь выступать некоторым маркером, да, вот этой социально усредненной допустимости, социальной планки. Письмо может удерживать различного уровня сложность, и чем благоприятнее культурная ситуация, тем больше сложность письмо может удерживать. Ну, в кризисные моменты, когда речь идет о выживании, коммуникация упрощается до предельно функциональной, да, и в этот момент мы не говорим о смысловой сложности, мы говорим о спасении. Но, парадоксально, но для спасения необходимо утончать коммуникацию для того, чтобы в кризисный момент мы могли принять наилучшее решение, чтобы оно давало больший спектр возможностей. На самом деле это сложный момент, потому что обычная экологическая ситуация – это ситуация, в которой происходит коммуникационный слом, сдвиг, скачок внутри видовой или межвидовой. И вот мне интересно, как грядущая ситуация повлияет на изменение коммуникации, но это тоже в сторону. Итак, когда мы говорим о письме, то прежде всего речь идет о постановке субъектной позиции и о том, о вот тех внутренних инструментах, которые позволяют нам что-то замысливать, позволяют фокусироваться. И здесь проблематика внимания выходит на первый план. Если мы увидим в учебных работах, что происходит, допустим, в курсовых работах, то там как раз нет этого фокуса. Нет фокуса и нету отличения мысли от немысли. И это тоже, кстати, важно. Я обычно даю такое школьное определение мысли, спрашиваю студентов, что такое мысль, они обычно не отвечают. То есть любое предложение рассматривается как мысль. Я говорю, нет, давайте попробуем технически к этому подойти. Мысль – это когда мы видим два понятия, которые раньше казались несвязанными, или два явления, которые благодаря тому, что мы их соединяем, дают некоторое новое значение. И если говорить о письме, это, безусловно, мышление. Но мышление, вот, как бы сказать, развертывающееся по очень непредсказуемым схемам. И в теории информации, чем более непредсказуемое следующее слово, тем больше там информации содержится. Ну, если я правильно помню, то есть от Калмогорова было такое определение. Отчасти Винер тоже пишет о стихах, как ни странно. Вот, он говорит, что энтропия в них стремится, что порядок в них намного превышает энтропию. Вот, то да, конечно, это тоже очень важный момент. И над тем, чтобы начать различать, где мысль, а где не мысль, где первостепенно, а где второстепенно, над этим тоже нужно работать, когда мы пишем. Я подчеркиваю, что я сегодня говорю о письме в целом как о культурной практике, как о когнитивной практике, и не только о поэзии, хотя именно поэзия дает наиболее сложные и продуктивные модели, которые в мейнстримных линиях могут быть незадействованы. Как я говорила о периферийных дополнительных потенциальных когнитивных процедурах, которые могут определять культурный ландшафт на следующем этапе. И если мы поставили субъектную позицию, то мы больше не дадим себя обманывать. Допустим, мы будем использовать диктофон на занятии. И будет еще одно простое задание. Написать письмо себе, аудиописьмо. И тот, кто внимательно будет выполнять это задание, он поймет, что это абсолютно невозможно. То есть это задача парадоксального характера. Потому что вот тот, кого мы называем собой, тот, кого мы конструируем, образ, кого мы конструируем, он будет всегда либо редуцироваться ко второму лицу, либо редуцироваться к третьему лицу. Либо он не будет выделяться в объектную позицию. И мы увидим, что это некоторая пустота в центре. И дырка, строго говоря. И пока мы этого не поймем, то есть мы не поставим язык в некотором отношении к этой пустоте, нам сложно развернуть некоторый опыт целостный, который необходим для письма, сколь авангардным бы оно ни было, или стремящимся к классическому, не ставящему таких задач. Вот, поэтому это простое упражнение, которое позволяет увидеть, в каком отношении человек стоит к своей субъектной позиции. И вот этот момент конструирования, он выходит здесь на первый план. Вот, после того, как мы вошли в это состояние, состояние, позицию назовем это, потому что я бы не сказала, что это какое-то специальное состояние, безусловно, никаких не эзотерических терминах об этом говорю, скорее философских и лингвистических. Когда мы вошли в эту позицию, мы можем работать со смыслами. Вот это является первой начальной точкой, когда мы можем с ними работать. И есть парадокс, что чем более смысл он не развернут, тем лучше он транслируется. Так, например, мы можем это видеть в поэтических текстах, не знаю, разных эпох, будь то текст барокко или тексты концептуализма. Хотя кажется, что мы можем передать смысл только через развернутую речь. Вот здесь интересна история про изменение знака. Значит, знак на каждом этапе, не одинаков. И то, какую структуру имеет знак, завязано за общекультурную ситуацию. Так, например, если мы посмотрим на литературу модернизма, мы увидим, что именно отношение означаемого и означающего выходит на первый план. Вот этот двусторонний знак, она так или иначе рефлексируется в разных поэзиях. И там она выходит на первый план, как задача. Если мы посмотрим сегодня на поэзию и на другие культурные практики, то мы увидим интересный момент. Мы можем поставить вопрос, а что за предметности смысловые мы видим? Какие они появляются новые? И мы увидим, что, например, у нас появляются, допустим, снимки активности головного мозга. У нас появляется язык и диографической коммуникации. Это, с одной стороны, совершенно разного рода вещи. С другой стороны, их кое-что объединяет. Они требуют интерпретации. Это интерпретация совершенно другого рода, чем интерпретация нарративно устроенного текста. И тем не менее, это текст, потому что нечто может быть здесь сказано. И мы увидим, что они предлагают нам взгляд на более обобщенное состояние. То есть не конкретизация, а скорее тенденция к диффузности, к контекстуальности. И мне кажется, это тоже очень важный момент. Вот чисто лингвистически, потому что мы видим, что в языке нарастает аналитизм все больше и больше и больше. И я даже писала сегодня утром, кстати, что многие поэты пишут на русском, китайском. То есть это совершенно другого рода уже грамматика, которая очень морфологически диффузна и контекстуально зависима. И это важно. Почему этот знак становится более диффузным? Потому что это уже не отношение, означаемое и означающего. Сами диспозиции внутри знака начинают смещаться. Они начинают смещаться. И на первый план выходит отношение между самим содержанием и тем коннотативным ореолом, ореолом, который окружает знак, ореолом состояния, ореолом переживания. И сегодня благодаря новым технологиям мы видим эмансипацию вот этого добавочного слоя, когда мы можем передавать отдельные эмоции, когда мы, пускай в такой странной символической форме в виде диаграмм, визуальных знаков, но тем не менее мы видим огромное количество разных трекеров, которые либо позволяют тебе просто отслеживать твое настроение для того, чтобы контролировать его, либо имеют более медицинский характер и работают с тем, что называется mental health, то есть ментальное здоровье. Допустим, когда ты в неправильном состоянии, долгое время, может быть, тебе обратиться к врачу, говорить тебе это и девайс. Вдруг сама вот эта история состояний, что само по себе парадоксально, история состояний отдельно взятых, отдельных, отделенных, дистиллированных от события, она выходит на первый план, она становится культурообразующей. И это важно, поскольку действительно поэты очень много тематизируют тело и по-разному его рассматривают. Мы видим вот этот биополитический момент и отношение биополитического момента к собственному языковому и коммуникативному моменту. То есть почему-то это вдруг выходит на первый план. Ну, вообще, я недавно думала о том, что интересы поэтов казались абстрактными до пандемии, да, а когда речь идет о вакцинации, вдруг почему-то вот этот как бы такой смутный биополитический момент вышел на первый план, как обычно. То есть поэзия умеет умеет правильно сосредотачивать внимание на вещах, которые кажутся бесполезными. И это важно примечать и научиться распознавать события из фона. То есть, по сути, есть много фоновых событий, мы их не вычленяем, но если у нас правильно настроен аналитический аппарат внутренний, он и, безусловно, языковой. Я говорю сейчас о языковой части, о логической части, то мы можем научиться вычленять эти события из фона. И поэзия всегда ставит очень сложные задачи в этом отношении. Итак, если вот эти культурные формы, с которыми мы имеем дело на каждом этапе, они возникают благодаря тому, как мы опосредуем смысл. Потому что мы находимся в социальном мире, в мире развернутых смыслов. Однако получается, что это опосредование, оно затрудняет прямую передачу и не является общепринятой в качестве культурной практики, во всяком случае, в европейском регионе, допустим, в тибетской культуре, это более обычная вещь, или в индийской эстетике, скажем, эстетике Абхиновагубты. Речь идет о косвенной передаче смысла. То же самое мы можем увидеть в более средневековых и посредневековых текстах по эстетике. И когда мы пишем, мы должны понять, какие смыслы нам нужно развёртывать и выводить на поверхность, и какие нет. И это уже связано, конечно же, с содержанием, с самым глубинным содержанием того, что мы хотим сказать, или то, что мы имеем сказать, потому что мы не можем всё осознать. Вот когда мы получаем эту поверхностную ткань, то мы должны уметь, ну, имеем с ней дело, допустим, читаем какой-то поэтический текст или шире литературный, философский текст, мы должны научиться видеть эти процессы в обратном порядке. То есть умение пройти от порождения, от правильного отношения двух позиций, конструирующей позиции наблюдающей позиции к развертыванию смысла и обратно. То есть обратная процедура это и есть интерпретация. И интерпретации в разные культурные периоды были разными. И понимать в разные культурные периоды означает разное. И это тоже существенно, потому что не существует никакого одного способа понимать. Так, например, для культуры романтизма важны герменевтические процедуры, когда мы двигаемся от части к целому и там проблематизируется именно это измерение, потому что мы пытаемся заново собрать мир из частей, потому что появляется на турфилософия как попытка включить новые научные открытия в некоторую целостную картину мира. И соответственно процедура понимания также завязана на отношении части и целого. и это, допустим, не задача во второй половине 20 века, потому что разорванность, контингентность, Винер пишет контингенциальность, да, и как след за физиками, связанными с теорией относительности, это становится некоторым постулатом, да, в этом уже нет такой проблемы и возникают другого рода вещи. Вот, например, что такое читать, когда мы сталкиваемся с картами того же Франко Моретти, статистическими картами, мы понимаем, что это текст, но мы не понимаем как это читать. Некоторый набор паттернов, то есть чтение все больше становится связано не с последовательным смысловым собиранием, обобщением, а с распределением внимания по паттерну и отношении письма и паттернизации, паттернизации, да, это тоже какой-то очень важный сюжет, трансформация текстуальности в выстраивании своей собственной позиции пишущего. Вот, если бы я говорила о чтении сегодня, я бы говорила о распределении паттернов, и даже, кстати, я поймался на мысли, что когда я читала подборки к премии Драгомощника, я тоже пыталась распределять внимание по этим паттернам бессознательно, то есть я просто пыталась найти какой-то подход к каждой практике и поняла, что просто так читать, как я читала до этого, я не могу читать, да, переходным моментом к этому является сканирующее чтение, оно считается прагматически ориентированным чтением, когда мы не собираем назад, мы не ретроактивно читаем, а мы читаем постоянно вперед и совершаем некоторый концептуальный проброс, и двигаемся этими концептуальными пробросами, пытаемся выхватывать некоторые смысловые констелляции, вот это тоже важный момент, мы ориентируем себя не относительно прошлого, относительно будущего или относительно различных не связанных между собой слоев настоящего, что, как мне кажется, более точно, если говорить о каких-то линиях изменения чтения, и соответственно интерпретация и вообще работа с культурой связана тут с несколькими вещами, первое, это как мы вообще можем себе помыслить сегодня культуру, и здесь у меня есть две позиции, о которых я обещала сказать, еще одна вещь, это то, как мы интроэцируем культуру, то есть, если до этого мы говорили, что мы интроэцируем ее стихийно, по дефолту, то мы начинаем интроэцировать это совершенно по-другому, активно, именно тогда, когда у нас устраивается активная субъектная позиция, то есть, нечто начинает для нас значить. Кстати говоря, для меня таким важным, может быть, примером такого интроэцирования является рассказ Чехова студент, наверное, который не нуждается в том, чтобы напоминать, но студент семинарии долгое время читал текст священного писания и без субъектной позиции, скажем так, и потом в какой-то момент через другого ему удалось синкроэцировать его и тогда возникло живое переживание. Вот, чтобы это живое переживание возникло, а не движение по поверхности симуляции, потому что, когда мы не выстраиваем субъектную позицию, мы находимся в симуляции бесконечно, мы никак не можем из нее выйти. Культура представляется всегда некоторой блестящей поверхностью, мы от нее отскакиваем, мы от нее отражаемся и прорваться через это нет никакой возможности, и вообще отношения к современной поэзии и, скажем так, нарциссического импульса. Это такая вещь, которая, как мне кажется, трагические даже черта не во многом принимает. Так вот, как я уже отчасти говорила, когда мы учимся писать, мы научаемся различать, что идет изнутри, а что приходит измне. И это не такая уж очевидная вещь. Нам очень часто кажется, что что-то идет изнутри, но на самом деле мы могли бы этого не говорить, и ничего бы в нас не поменялось, ничего бы в нашем мире не поменялось. И это означает, что эта вещь приклеилась сверху. И логичнее было бы промолчать, но мы не имеем этого развлечения и не имеем инструментов развлечения. поэтому мы говорим. Культурные содержания без этого развлечения интроицируются хаотично, то есть как попало. Мы не можем целенаправленно этот процесс отслеживать. Но его важно отслеживать, потому что мы постоянно уточняем условия собственного языкового действия, и если мы их не уточняем, мы сбиваемся с пути. Таким образом у нас возникает либо активное культурное действие, либо реактивное, рефлекторное, когда мы все время должны реагировать на импульсы извне. И когда мы говорим о культуре, мы говорим в первую очередь о констелляции когнитивных процедур, которые лежат в основе. Это могут быть логические процедуры, это могут быть какие-то еще процедуры, процедуры воображения, они разные, потому что в прошлый раз я немного затрагивала эту тему, сейчас только начала ее развивать, отношение в поэзии и математике, к сожалению, в истории математики я знаю не так хорошо, могу сморозить глупость, если буду говорить об этом более подробно, пока это на уровне общего ощущения, но в поэзии меняются пространства созерцания во времени, то есть то пространство, в котором смысл разворачивается. И допустим, комбинаторная математика тесно связана иногда исторически, иногда типологически с поэзии средневековой со сложными формами стиха, допустим, как в арабской традиции, где это очень тесно переплетено, допустим, поэзия, начиная с эпохи 70-го, 20-го века связана с другой математикой, и здесь вопрос о том, как возникает смысл, где он развертывается, и от этого зависит как раз ось этого континуума, вот как раз того самого мира, континуума, который мы развертываем. То есть письмо это не только слова, хотя, безусловно, если они не те, то ничего не работает, тогда смысл не будет транслироваться. Итак, субъектная позиция, если подытоживать, это функция сознания, а не содержание. И отношение функции сознания и содержания сознания, это некоторая исходная позиция пишущего, у которого есть инструменты к тому, чтобы выстраивать сознательно вот этот набор констелляций когнитивных функций. Когда мы смотрим на детей, то дети услышат какое-то слово, бегают и повторяют его. Этот механизм со временем лишь вуалируется, он никуда не девается. И когда мы говорим о некотором общем гуманитарном языке, а поэзия сегодня говорит, если мы посмотрим статистически на гуманитарном языке, на языке философии, на языке гуманитарной теории, то это как раз вот про это, про работу с содержаниями. К сожалению, от этого, на мой взгляд, нужно избавляться, потому что здесь нет отстроенной субъектной позиции, как правило, а если это используется, оно тогда приобретет совершенно другое значение, если позиция отстроена. Хотя слова могут быть те же самыми. Вот эта поразительная вещь, как слово наливается каким-то весом, когда оно уходит от декларативности, от слова как такового, когда оно протягивает некоторые мости к вот этой первоначальной задаче сказать первоначальному смыслу, который должен быть развернут. То есть, когда мы пишем, что может быть критерием, мы снижаем нашу обусловленность от среды, она все меньше нас задает, и все больше мы оказываем на нее конструирующие действия. И это, мне кажется, очень важным моментом, потому что от того, что мы заговариваем реальность одними и теми же словами, она не меняется. Тут совершенно другого рода должна быть произведена культурная работа, да, и вот в отчленении этих процедур, да, анализ культуры через вот это констелирование культурных процедур в их отношении к содержанию, мне кажется, это как раз очень важная задача, потому что тот, кто пишет, одновременно научится читать, и также мы культуру, вот второй момент, о котором я хотел сказать, это то, что мы начинаем видеть культуру как базу данных состояний определенных, потому что когда мы говорим, что задает целостность культуры, целостность культуры не задает отдельные значения, не задает отдельные Знания дискретны. Задает некоторую целостность переживаний и способность соединять знания с состоянием. Это обеспечивает непрерывность обмена культурного. И вот здесь, мне кажется, эти линии связи тоже очень тесно связаны с письмом. Поэзия во многом их проектирует. Они каким-то образом входят в отношение к технологическим инструментам связи. Это не такой простой момент, но я бы сказала, что в свернутом виде, в моделях дискурсивности содержатся модели связи. То есть это как социальная инфраструктура, опрокинутая внутрь языка. Вот. Поэтому какие практики здесь важны? Во-первых, складывание смысла целиком. То есть для того, чтобы научиться видеть ситуацию. Мне очень нравится определение, понимание, понимать, значит, видеть, значит, становиться ситуацией, видеть ситуацию целиком. Нечто похожее мы наблюдаем, когда переводим текст. Сначала мы понимаем текст в целом, а уже затем подбираем слова для перевода. Или при реферировании, когда переводчик слушает, 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 потом мы должны своими словами кратко пересказать, что имелось в виду. Это означает, что первичное схватывание происходит на более общем уровне, но более диффузно, как я уже говорила, диффузности знаков. Потом уже происходит конкретизация содержания. Важно научиться работать целенаправленно с этим переходом от диффузного смысла к дискретному. То есть научиться видеть эту границу, научиться видеть эти переходы. Там можно выделить несколько этапов, в общем, на практику мы будем этим заниматься. Ну, вообще, все, что я говорю, я надеюсь, в каком-то виде мы будем это делать на занятиях. Итак, научиться видеть переходные зоны, вот эти интрофейсы, интрофейсы, да, как интро-лингвистический перевод. Поэтому мне еще понравилось это слово. Научиться различать, что идет изнутри, что идет извне. Если оно идет извне, почему оно приемлемо, применимо, почему оно актуально, почему его можно использовать. И вот это вот отношение субъектной позиции к пониманию моделирующего смысла культурного, да, оно дает какое-то ощущение глубины, вообще ощущение, что ты можешь что-то сказать, но при этом можешь и не сказать. То есть ты оказываешься в позиции, где говорение и неговорение оказываются равнозначны. Только после того, как различение содержания приходящих изнутри и содержания приходящих извне будет произведено, как раз процесс культурного интрофейсирования становится активным и контролируемым действием. Чтобы писать, нужно снижать эту обусловленность, да, вот это вот от внешнего стихийного контекста. Потому что чем меньше мы обусловлены, тем больше есть вероятность, что мы сможем создать что-то новое. А новое в данном случае трактуется как то, что меняет культурный ландшафт. То есть способно обладать внутренне присущим свойством ему воздействовать на социальное пространство. А менять его на структурном уровне, а не только на уровне отдельно взятых содержаний. И если культура задает некоторый сконструированный континуум, внутри которого мы переходим от одних содержаний к другим, а знания дискретны, да, то получается, что чтобы достичь вот этого состояния движения вдоль культурных содержаний, не нужно научиться связывать знания с состояниями. И нужно понимать, что наши состояния, они не бог весть откуда взялись, они культурно обусловлены. Чем больше их, тем более тонкие развлечения у нас есть, тем больше у нас есть возможностей для того, чтобы на основе некоторого конгломерата когнитивных процедур производить высказывания, собственно. А если инструментов у нас мало, если у нас есть только молоток, то мы можем много чего сделать молотком, но в итоге получится не так уж и много, и культура, которую мы создадим, не такая уж и разнообразная, и в существенной абсцентственном отношении. В каком-то смысле состояние это и есть медиа, такая теория медиа без медиа, которая обеспечивает первичную транслируемость смысла. Поэтому нам нужно научиться с этим работать. Вот. Ну это, наверное, такие основные тезисы, из которых я исхожу, практическая медиафеноменология, скажем так, или лингофеноменология. И, может быть, если есть какие-то вопросы, то я буду рада на них ответить. Да, кто-нибудь, пожалуйста, появитесь, чтобы я понимала, что меня вообще слушают. Я появлюсь. Ага, спасибо, Кать. Да, а то я вещаю и ушла куда-то в одинокое пространство вещания. Ага. Собственно, это в развернутом виде программа практикумов, которая будет модифицироваться под конкретные технологии, конкретные темы. Но мне кажется, это такие базовые вещи, без понимания которых нам сложно что-то делать. Вот в чате что-то начало появляться. Вот я, к сожалению, не вижу. Если будет возможность это как-то мне транслировать, то... Я могу зачитать. Да, пожалуйста. Во-первых, пишет «Слушаем, спасибо большое». Это по вопросу об обратной связи. Спасибо. Спасибо, что слушаете. И еще спасибо. И я тоже скажу спасибо. А вот есть еще вопросы. Да, можно включить звук, чтобы писать вопросы... Или писать вопросы в чат. Вопрос. Про практики речи с использованием нейротехнологий. Вдруг отчужденная речь, произведенная через технологии, это ретрансляция речи, которая представляет собой технологию. Понятно, да? Ретрансляция речи, которая представляет собой технологию. Иначе говоря, как понять, что автор кто-то иной, чем АИ, видимо, А, помогавший вам, видимо, АИ, технический эксперт, и речь, которую он использует для того, чтобы настроить свое оборудование. Или вдруг это речь об оборудовании. Но здесь граница как раз становится очень шаткой. Но... Вот я исхожу из... То есть мне кажется, что работа с языком в психотехническом измерении это то, что может дать ответ просто техническому развитию. То есть важно, чтобы это в некоторой взаимосвязи развивалось, в некотором встречном движении. Конечно же, это речь, которая... Речь в кавычках, да, широко. Речь, которая искажена интерфейсом, искажена технологиями. Потому что если в интернете есть эти образы, кстати, которые транслируются вовне, ну, они узнаваемы, но лишь едва. Да, видимо, они все больше будут узнаваемы, потому что технологии трансформируются, развиваются. Но так или иначе, конечно же, это искажение есть. И каков эпистемологический статус этого высказывания, то есть кому оно принадлежит, это собственный вопрос. Да, конечно. Это гибридная вещь. И я бы даже говорила, вот в одном из текстов я говорила о разных типах интеллекта. Такая немножко шапкозакидательская квалификация. Сейчас не буду про это подробно говорить. По-моему, это лекция Павла Вирна. Не помню. И это гибридная форма интеллекта, когда медиум искажает. Но опять же, что через нее транслируется? То есть отношение вот этой изначальной посылки, вот этот изначальный мотив, он безусловно привходит и в форму, и в процесс развертывания. То есть, строго говоря, если это научное исследование, и человек в каком-то МРТ, то то, что мы получим с точки зрения смысла объекта, это в каком-то смысле то, что отвечает на запрос ученого. А каким он был, каким был его вопрос, мы сейчас не знаем, потому что мы обобщенно рассматриваем. То есть, грубо говоря, то, что мы получим, это и есть желание исследователя, желание врача. Это то, что отвечает на его желание. Не оно само, а то, что отвечает на его желание. Да, оно имеет гибридную форму. Вопрос, почему мы нуждаемся в гибридных формах, как раз мне кажется, здесь вот эта интуиция того, что естественный язык с его антропологически ориентированными схемами, он не схватывает ряд тонких процессов, допустим, связанных с автономной нервной системой. И считается, что мы не можем это осознавать. Есть практики, допустим, какой-нибудь продвинутой его гелика, чего-то такого, считается, что мы можем осознавать. Но тем не менее, в основном, естественном языке нам это недоступно. Есть проблематика квалия, например, тоже. Вот это ощущение, что феноменология расширяется, что значимым становится все больше и больше нас, что эта граница размытая, и мы пытаемся это схватывать. Вот где-то там желание, но такой сложный вопрос. Интересный. Спасибо. Я не знаю, надеюсь, ответила, как я его поняла. Ну да, вопрос про речь и оборудование. Это не речь и оборудование, это вот этот гибридный интеллект, потому что туда приходит желание врача, или желание исследователя, или желание IT-специалиста. Или капиталиста, или капиталисты, которые проектируют софт. Какой же вопрос часто возникает в связи с нейросетями, их принципом отбора и конструирования. Возможно ли какой-то их собственный как бы вброс, результат самого процесса в мудрости? Да, вот здесь, кстати, у меня есть ответ, как ни странно. Первый ответ. То, что производят нейросети, это не текст, потому что там нет субъектной перспективы. Вообще, я тут, кстати, смотрела синтаксическое отношение между тем, что производят нейросети и шизогенными текстами, они очень сильно похожи. Очень. Если посмотреть, допустим, фильмы, написанные нейросетями, по сценариям, которые, снятые по сценариям, которые написали нейросети, мы увидим осколочного субъекта. То есть, это субъект, но который все время меняется. То есть, субъект, который представлен очень короткой единицей дискурса. И вот это расколо, то есть, там, конечно, есть. И в этом смысле субъектной перспективы там нет, потому что там нет вот этого изначального мотива, вот этого, как бы, смысла направляющего, да, если сейчас обращаюсь к работам нейролингвистов, то есть, они бы, наверное, это не рассматривали в традиционном понимании. С другой стороны, есть такая интересная проблематика, потому что нейросети принципиально, как мне кажется, как технологии, отличаются от других технологий в отношении работ с языком. Почему? Потому что для того, чтобы язык функционировал, в языке должна быть избыточность. Избыточность, как свободный объем, где у нас есть возможности динамического, динамические возможности. Мы знаем, что идеальные языки, там, искусственные языки, они достаточны, они не избыточны, они не развиваются. И если мы, вот это определение, избыточность, это огромная проблематика в лингвистике, то есть огромные конференции, сборники на эту тему есть. В общем, это чрезвычайно интересно. Я не занималась этим специально, просто знаю, и всегда хотела бы более подробно на это посмотреть. Но перекинем это определение на технологии. Технологии, которые по Виннеру были закрытыми, как часовой механизм, это технологии достаточные. Технологии нейросети, это избыточная технология. И то, что раньше было семантическим шумом, начинает проявлять собой некоторую субъектную позицию. Смутно. И не так, как мы думаем. То есть, Порфирьевич и всякое такое, да, это не то. Как бы, что нам проявится из этого семантического шума, мы еще не знаем. Но то, что это технология избыточная, это как раз говорит о том, что субъект, как мне кажется, там может появиться. Это вопрос об искусственном интеллекте. Идут в догонку, есть вопрос про нейросети. Получается, что субъектности нет, а культурное действие есть. Ну да. Да, трансляция каких-то культурных моделей, которые могут вдруг выдвигаться на первый план. А почему они, почему субъект не нужен, да, да потому что эти формы уже в культуре есть. Они там болтаются и так. Они транслируются с помощью машин, с помощью социальных институтов. Это все субъектоподобные образования. Ключевой-то вопрос, может ли нейросеть изобрести что-то, чего еще нет. Вот такой ключевой вопрос. Ну, вот, собственно, я попыталась ответить, что мне кажется, что потенциально эта технология которая может переносить проблематику избыточности из лингвистики на технологии, то да, может, потенциально это может случиться. Случилось ли это? Нет, это не случилось. Ну, насколько мне известно. То есть я пока не отрефлексирую это так. Следующий вопрос есть. Можно, пожалуйста, пример. Если я хочу создать межтекстуальность между героем и его текстом или любой пример из того, что вы можете сейчас предложить. можно мне еще раз вопрос? Я тоже не очень поняла, может быть, уточните. Уточните, пожалуйста, да. Если я хочу создать межтекстуальность между героем и его текстом или любой пример из того, что вы можете сейчас предложить. Если я правильно поняла вопрос, то речь идет о вот этих промежуточных объектах. Я приведу пример из книги Романа Михайлова. У Романа Михайлова есть книга, которая называется «Равинагр», где мы можем выделить три слоя. Один слой это там, где даются такие события инсайта, другой слой символический и третий слой истории нарративной. И они таким образом перемежаются, что они образуют свою роду вертикальную драматургию, и он перемещается между этими слоями. Отчасти это связано с тем, что он называет узорами, там узор с разрывами, лабиринт, плоский лабиринт и что-то там еще. Вот. Вот это и есть попытка этой промежуточности. если говорить о более глубинных формах выражения смысла и более поверхностных, более поверхностных это там, где отдельно каждое слово имеет значение и сумма смысл складывается из значения отдельных слов. Но мы так привыкли, дай мне, пожалуйста, расскажи мне о том, как прошел твой день. Мы так общаемся. Вот он, пожалуйста, складывается. Я просто знаю, что значит каждое слово и складывается общий смысл, за которым читаю установку. И это поверхностная развернутая коммуникация. Но поэзия работает не так зачастую, она работает с какими-то более глубинными структурами. И там из складывания смысла отдельных слов мы ничего не получаем. То есть нам еще нужно увидеть принцип, по которому они сополагаются. Мы увидим, что какие-то из них как бы ближе к поверхности, используем этап глубины, где-то слово есть слово, где-то слово отсылает к какому-то концепту сети, а где-то оно работает как иероглиф в духе абориутов, а где-то еще что-то. То есть мы должны научиться это видеть. И эта промежуточность, она сплошная. То есть это такое очень многомерное объемное чтение. как это создать? Ну я вообще сторонник простых упражнений и сложных внутренней работы, которые исходят из желания каждого. То есть тут я уже задать не могу, это не граница моей компетенции. Но пронаблюдав кое-что и научившись видеть какие-то культурные связи, в принципе мы приближаемся к тому, чтобы эти объемы научиться с ними как-то обращаться. А вот может быть мне вот пришел в голову знаете почему-то не знаю почему Владимир Казаков малая проза его. Вот мне кажется можно его почитать и там этого очень много. Можно я уточню про Равеногар. Само наличие трех типов письма является этой промежуточностью или вариативность или какой-то зазор между ними. Вот этот пример с Равеногаром. Ну скажем так просто разные слои в которых язык функционирует. Но это я выделила. То есть это я просто писала о нем отдельно и долго читала эту книгу и выделила эти слои отдельные. Потом могу прислать наверное там более внятно я уже очень плохо помню что я там написала. но я помню что там как раз вот скажем так какие-то его пассажи связаны больше с моделированием состояния целостного то есть это работа с целостным объектом. Кстати Бахтияров всегда в своей практической финансовой психотехнической работе говорит о целостных объектах о проблематике работы с целостными объектами. где-то мы видим чисто нарративные структуры они перемежаются вот и это достаточно виртуозно сделано. Есть вопрос от человека который попросил себя подключить на видео и сейчас я это сделаю. Пожалуйста. Одну секундочку. А я вижу я пытаюсь помедлить. О здравствуйте. Не слышно? Слышно. Да, здравствуйте, Евгения. Спасибо за реакцию. Мне было очень нравится. Мне понравилось. У меня два вопроса. Ну как один но они связаны такие утилитарные про список литературы. Можете ли вы что-то посоветовать по той же когнитивистике так как литературы очень много но среди нее очень много того что ну вот шарлатанцев можно сказать. И второе мне понравилось очень про выгодского выгодского вы говорили Лурье. Можете больше рассказать о выгодском может быть или даже не сказать выгодский я читал в искусство психологии искусство если не ошибаюсь мышление и речь вот насколько он приложим к сегодняшним так как я читал что он очень опередил свое время и ну список литературы и выгодский вот спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Что касается списка литературы вы можете мне лично написать более конкретным вопросом и я вам буду порциями советовать книжки потому что мне кажется когда с копом то это чуть сложнее и мне сложнее так сфокусироваться вот такими маленькими фокусами если мы будем двигаться то мне кажется это будет хорошо. Что касается Льва Семеновича Выгодского то ну я вообще считаю невероятно продуктивной всю традицию отечественной психолингвистики нейролингвистики да да Выгодского и Лурья и поразительно поразительно те результаты которые были получены ими без сложного оборудования они вам подтверждаются что мне кажется важным в отношении проблематики письма и поэзии то возможно идеи Выгодского о трех типах речи о внутренней речи разговорной речи и письменной речи они могут здесь оказаться продуктивнее мне кажется что то как мы развертываем текст видимо должно затрагивать внутреннюю речь дело в том что когда мы лингвисты я по образованию лингвист я писала диссертацию по лингвистике по современной поэзии то мы вроде как получаем знания о том что внутренняя речь структурируется всегда более-менее одинаково там есть дейксис там есть указательные местами которые ориентируют нас в пространстве времени там есть свернутые кредикаты то есть просто какие-то точки изменения в пространстве то есть и здесь если мы будем смотреть на нейролингвистические аспекты синтаксиса как Ахутина об этом пишет то мы увидим что визуальное восприятие с его фокусировкой выделением фонной фигуры свернуто в виде содержится в глубинных структурах синтаксиса в глубинных не в смысле хомского а вот именно в смысле хомского потому что она именно о нем говорит прежде всего и да получается что вот это то что новое произошло вот оно и попадает в эту внутреннюю речь но мне кажется что там может быть какой-то интересный сюжет то есть посмотреть что такое внутренняя речь относительно поэтического текста потому что иногда нам кажется что сам поэтический текст это и есть внутренняя речь если мы посмотрим на текст Полины Андрукович то я как-то думала об этом называла это ментальными черновиками, да, и вот эта граница внешней и внутренней речи там сбита потом. Что касается разговорной и письменной речи, здесь тоже есть проблематизация, она осуществлена, как мне кажется, в поэзии конкретизма и концептуализма, так, например, письменная речь строится из элементов разговорной речи, допустим, в поэзии Всеволода Некрасова, это тоже интересно. Ну, в общем, тут, мне кажется, может быть масса приложений, но вот мне кажется, что вот то, что делает Ахутина о нейролингвистическом расширении теории Выгодского, вот эти идеи, базовые идеи Выгодского, очень важны, и также очень важна его идея об интериоризации, вот Леонтьев дальше так говорит, потому что эти механизмы интериоризации, вот что мне интересно, именно то, как на этом называется язык. Это тоже не такая чрезвычайная вещь, пытался об этом немного думать и чего-то написала как-то, но, не знаю, это пока что мои ментальные черновики просто. Хорошо, спасибо большое, спасибо. Есть еще один вопрос. Различия происходящего внутри и происходящего вне, это основной фон, это установка субъективной позиции, какие еще есть практики? Это не совсем практика, это эффект, это то, к чему нужно стремиться. Первое, мне кажется, это осознание того, что производится конструирующим субъектом. Для этого не надо глубокой практической феноменологии, а что из наблюдателей идет. То есть и мы научаемся видеть, где содержание сознания, а где функции. Вот когда мы научаемся видеть эти функции, на втором этапе мы научаемся интроицировать культуру. Нам уже есть куда ее интроицировать, да, и мы видим, скажем так, то есть мы можем вот с этими функциями иметь дело на уровне функции, да, не на уровне, с культурами иметь дело на уровне функции, а не на уровне содержания. Вот, мне кажется, это очень важно. Да, ну и ты научаешься видеть, где, ну, особенно в плане письма, да. Вот, допустим, человек начинает писать, он же не осознает, что он пишет, как, не знаю, там, Набоков или как Флабер или как Драгомощенко. То есть он смотрит, он не видит этого. Ну, это говорит о том, что позиция не отстроена просто пока что. Это долгий процесс, живой, очень-очень такой тонкий, хрупкий. Да, есть еще один вопрос, но я хотела в продолжении этого задать вопрос, а что касается текучей субъективности, то есть субъективность же из меньшего. Конечно, да, да, да. В том-то и дело, что это не какая-то затвержденная вещь, но я поэтому и говорю не о субъективности, а о субъективной позиции. То есть чтобы говорить, ты входишь в позицию, ты должен войти в позицию. Ну, кстати говоря, вот могу сказать о себе, что пока я в свою субъектную позицию не войду, я могу прокрастинировать бесконечное количество времени. То есть какое-то такое у меня место, откуда я пишу, я не знаю, что это. То есть какое-то особое распределение смысла в содержании и контекста, и меня в этом во всем, да, позволяет мне в какой-то момент сесть и написать по делу, а не всякую ерунду. А в какой-то момент мне кажется, что я нахожусь вне доступа к ней, но при этом мне казалось, что она отстроена хотя бы в какой-то степени, да. Мне есть куда входить, вроде как. И то это является проблематичным. А субъективность, конечно, это текучая подвижная вещь, и в этом сложность заключается и радость, что это бесконечное изменение. Да, но что-то за что-то должно укрепиться, иначе это распадается просто все. Я включаю следующий участник. Добрый вечер. Я хотел вот о чем спросить, Женя. Язык, письмо, это вообще особым образом связано с телесностью, технологией. Вот, собственно, мне хотелось бы спросить, как ты видишь посредством каких-то когнитивно-лингристических инструментов способ анализа индивидуального телесного опыта, который так или иначе представлен в поэтическом тексте. Спасибо. Очень-очень хороший, очень сложный вопрос. Я размышляю об этом. Я не получаю результатов. 15-й километр. В том числе из-за того, что плохо знание эребиологии, например, мне кажется, что это бы как-то обогатило тоже. Но что я думаю по этому поводу? Первое. Слова, безусловно, меняют состояние. Состояние меняет наше физическое самочувствие. Так, например, если кто-то в автобусе сказал вам гадость, а вы не йог высшей квалификации, то ваше давление повышается, ваше сердцебиение учащается, и вы тоже что-нибудь можете сказать в ответ. И получается, что слова имеют очень прямой доступ к телу на таком уровне. Безусловно, правильно спроектированные тексты, и это есть в восточных традициях и в западных восточных традициях. В христианстве тоже это есть. Там есть целенаправленные практики. В суфизме есть такие практики. Там, например, поэзия Руми использовалась как техническое средство непосредственно. То есть поэзия, конкретно поэзия, которая может быть просто прочитана, использовалась как техническое средство. Для того, чтобы кружиться, нужна очень специфическая организация вестибулярного аппарата, тренировка. А для того, чтобы это получалось, нужно перераспределить внимание. Иначе это не будет получаться, тебе будет тошнить, будешь падать и так далее. То есть здесь обнимание имеет прямое отношение к языку. Вот. Это такой один ответ. Второй ответ. Вот если говорить о зонировании, я не очень много пока про это знаю, но то, о чем я много думаю, это что каждый поэтический текст, он создает карту тела. Где-то этого больше, где-то этого меньше. Кто-то целенаправленно с этим работает, кто-то нет. И дело в том, что семантический тезаурус в мозге, он связан с функциональными зонами. То есть, например, если мы идем куда-то, у нас моторная зона работает, но если мы говорим о движении, у нас тоже работает моторная зона. И таким образом получается, что мы влияем на нашу карту активности. Ну, кстати, вот одна из идей, которая у меня есть, это я хочу посмотреть, как доли мозга тематизируются в поэзии. Висок, лоб, темечка и затылок. И посмотреть, есть ли в тексте связь, там, теменная зона. Чем дальше, тем больше к визуальному и моторному, тем ближе сюда, тем ближе к абстрактному и прогностическому. Виски связаны со слухом, с речью. То есть, может быть, там есть эта связь с семантическим тезаурусом. Но я пока, это просто мысль, я не делала этого. Это все, что я пока могу сказать на тему. А если брать, ну, то есть, понятно, что темечка или висок могут быть названы, ну, непосредственно указывая на себя, они могут в тексте вообще быть предельно удалены, да? Конечно, да. Это и дело. Да, конечно. И вот актуализируется ли здесь это, запускается ли какой-то механизм? Это нужно смотреть с аппаратами. Вот, я, у меня сложное отношение к таким позитивистско-ориентированным исследованиям, но в какой-то степени это очень интересно. И, может быть, получится что-то подобное узнать. Спасибо. У нас на одной из лекций в этом цикле возник вопрос, я уже не помню, на какой вопрос, их было много, может ли поэзия сама стать наукой? Ну, то есть, разделение, ну, как бы, типа поэзии, как нечто, что может сопутствовать научному познанию. А кто-то из участников тоже, ну, слушающих и участников, задал вопрос, вообще вот такой горизонт поэзии, как наука, возможно ли это вот что-то... Ну, если это и произойдет, то наука уже не будет наукой, как мы ее понимаем в диспозиции тех культурных практик, которые есть. И поэзия тоже. Интересный вопрос, да. Интересный вопрос, но для меня поэзия все равно включается в сферу искусства, вопрос в том, где искусство, где его граница. Да, нет, а вообще вот эти границы культурных практик диффузны. Да, они меняются со временем. Так что теоретически, да. Но что это будет, я не знаю. Ну, во всяком случае, сейчас, как в эпоху 18 века, того, что мы что-нибудь напишем на заводик, производящий декоративное стекло, построен не будет. Как это было в случае Ломоносова, допустим, да, то есть функция поэзии в какой-то момент обратилась внутрь себя, стала рефлексивной. Появилась поэзия романтизма и практики романтизма разного рода. Эстетические, политические поэзии стали смыкаться с политическим. Дальше это все трансформировалось. Потом с технологиями. То есть она актуализирует смычки с разными культурными практиками, с философией, чего не было в 18 веке. так тесно, были другие вещи, да. Поэтому, да, конечно, вот эти границы могут, естественно, быть с разными. А сама интерпретация этих смычек, с твоей точки зрения, это, ну, как можно обозначить, почему, да, поэзия, ну, как и искусство тоже эти зоны, ну, как бы, проникает, взаимопроникает, как-то обменивается с этими зонами. Это из-за того, что меняется наша культура, это из-за того, что меняется наш язык, или это из-за того, что меняются системы, ну, как бы логические системы распределения связей и... Да-да-да, все вместе, все вместе. И еще такой уточняющий, наверное, вопрос про внимание. Ты сказала, язык очень тесно связан с вниманием тоже. Это с чем связано? С тем, что он появился в том числе как какая-то сигнальная система, да, предупреждение, например, или есть еще какие-то аспекты здесь, которые менее очевидны? Ну, биологический слой, культурный слой, как минимум, здесь важны. Да, разные задачи культурные выходят на первый план. Они по-разному смыкаются с биологическими задачами. Вот. Да, это очень интересная большая тема, могу об этом отдельно потом рассказать. И все, что я успела по ней. Ну, я думаю, что еще имеет смысл, может быть, ты расскажешь чуть-чуть подробнее, про что будет твой практикум и какие будут в нем темы затрагиваться. А вот еще один вопрос возник. А то, что Гамбен пишет про средства без цели, о том, что язык освобождается в поэзии, освобождаясь от коммуникативной функции. Это каким-то образом близко к вашему исследованию. Я в том числе, да, извините, я вопросы вслух зачитываю не только для Жени, но и для тех, кто нас смотрит в фейсбуке, потому что иначе они не поймут, на какого вопроса Жени отвечают. Да, отчасти это близко. Он освобождается от поверхностных структур выражения, то есть оставляя какое-то ядро, вот то, что я называю сияющим ядром смысл. То есть схемы эти устаревают, он их сбрасывает как чешуйки или как какую-то луковую шелуху одно за другое, одно за другое. И в этом можно увидеть определенную культурную динамику. Хотя многое слово, что говорит Гамбен, мне как раз не близко, но вот в конкретной этой мысли я сейчас подумала, что да, возможно, да. Рассказать про практику, да. И пока я думаю, что первый наш семестр будет связан с технологией нейроинтерфейса. И мы будем как раз учиться работать с отношением субъекта, конструирующего субъекта и наблюдателя. И будет ряд практических упражнений и проект в конце, где как раз на основе вот этих психотехнических навыков и также некоторых культурных текстов, которые будут предложены. И поэтически, прежде всего, и технологии нейроинтерфейса мы будем делать какие-то практические вещи, которые, я надеюсь, войдут в выставку. Как мне куратор наш говорил, что будет некоторое общее, целое в конце зачетное выставка или какое-то событие. Вот так. Ну и да, какие-то теоретические вопросы касательно распределения работы языка и нейро-воображения, скажем так. Спасибо большое, Женя. Как всегда, очень интересно и хочется слушать и разговаривать дальше. Да, спасибо большое вам. Так, мы на этом заканчиваем, да? Да, вопросов еще не было. Я тогда, наверное, еще раз скажу, что набор в Московскую школу новой литературы продолжается до 16 октября. Обучение начнется 26 октября. В рамках школы функционируют три лаборатории. Вот лаборатория поэзии и теории транслит, в рамках которой уже не будет практикум. Лаборатория современной драматургии и театральных практик и лаборатория малой прозы, которая будет существовать в таком экспериментальном формате письменном, письменных лекций Дениса Асокина и письменной коммуникации с преподавателем, что, мне кажется, для писателей довольно классный вызов. Катя много пишет. Спасибо. Спасибо большое вам. Если какие-то вопросы, можно не стесняться писать мне, я постараюсь отвечать. Спасибо большое. Спасибо организаторам. До встречи. Спасибо. 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 Спасибо.